Сумки в проходе, отсутствие необходимых документов и пассажир без билета. Спустя 40 минут рейда был обнаружен первый нарушитель. Им оказался водитель маршрутки столичной фирмы-перевозчика. Мужчина нарушил сразу несколько серьезных правил. Устранять некоторые из них ему было предписано сразу на месте. Почему вы отключаете вас в аппарат? Я не отключаю, мне заработка на телефон, телефон. Отсутствовал обеджик водителя, визитная карточка, что правилами пассажирских перевозок является нарушением. Также в данном транспортном средстве отсутствовал технический осмотр транспортного средства и был произведен провоз пассажира в возрасте 6 лет без билета. Большинство водителей, особенно с многолетним стажем, знают правила и нарушать их не планируют. Ведь от этого зависит безопасность каждого пассажира. На начале поездки всегда предупреждаю, всегда пристегиваются. А какие пассажиры встречаются? Может быть сложности с кем-то бывают? Нет, у нас все понятно. У нас кизили, у нас все хорошие пассажиры, адекватные все. Такой ответственный подход к делу – залог приятный, а значит комфортной поездки. Многие пассажиры выбирают именно тех водителей, которые безопасно доставят их из точки А в точку Б. Я постоянно езжу. Эталоны седают. Водитель очень хороший. Я постоянно пью. По этому уже на протяжении пяти лет. Вы сами часто пристегиваете? Постоянно, потому что я так часто езжу. Знаете, сколько? То кто-нибудь на дорогу выскочит, в смысле, сами знаете, то лосяс можно среди, то кабанчиков. Из восьми проверенных маршруток, которые направлялись из Гродно в другие города, в семи нарушений выявлено не было. Это говорит о том, что большинство водителей стараются выполнять свою работу правильно. С начала года на территории Гродненской области зарегистрировано два учетных дорожно-транспортных происшествий с участием маршрутных транспортных средств, в которых четыре человека получили ранения различной степени тяжести. Уважаемые участники дорожного движения, в особенности пассажиры, если вы стали свидетелем нарушений правил дорожного движения со стороны водителя маршрутных транспортного средства, сообщите о правонарушении в ГАИ. Лето – это время отпусков, и многие горожане предпочитают отправляться в маленькие туристические путешествия именно на маршрутках, ведь это удобный и мобильный транспорт. Поэтому с 7 по 19 июня особое внимание сотрудники госавтоинспекции уделят водителям маршрутных транспортных средств. Они будут на особом контроле. Проверят водителей маршруток не только в населенных пунктах, но и на загородных автодорогах. Ольга Пранкевич, Василий Мальцев, Новости Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова